Всем привет! На СИА-GR и ТЮП канал GR17. Продолжаем делать наш ЧПУ-установщик и сегодня у нас третий шаг. Наша задача выставить опоры для валов, выставить их строго параллельно и строго по тому размеру, по которому мы выставляли во втором шаге наши линейные подшипники. Ну и, наверное, этим сейчас мы и займемся. Короче говоря, из чего мы стартуем. Остался у меня еще такой вот кусок нашего дираля D16T. Разметка. Это линия 17 мм от края. Это линия 9 мм от края. Расстояние между двумя этими линиями 270 мм. Ну, короче говоря, здесь все понятно, как и в предыдущих шагах. Кроме того, кто смотрел конкретно предыдущий шаг, когда я выставлял линейные подшипники, сразу на ось надел вот наши опоры. Для чего это было сделано? Для того, чтобы смонтировать также опоры и линейные подшипники одновременно, что называется, за один проход. То есть, прием этот очень популярный от окорей. Ну и попробуем мы так сделать. Думаю, что точность будет от этого намного выше. Поэтому сейчас повторяем фактически все то же, что делали с линейными подшипниками. Выставляем сейчас два из этих, а потом уже будем маркировать наши отверстия и просверливать все до конца. Ну вот, как-то так смонтировал. Эти болты тоже поджимал, чтобы оно не играло туда-сюда. Здесь две струбцины, здесь два болта. Эти держатели выставил так, чтобы попадали на линии более-менее, чтобы было точно. Ну и просверлил сверло у нас шестерочка. Вообще-то эти отверстия 6,6, но такого сверла я не нашел. Поэтому, ну, немножечко, возможно, будет какая-то погрешность, но я думаю, что она ликвидируется в связи с тем, что здесь будет небольшой люфт и при установке направляющей все должно встать на свои места. Разметку под отверстие сделал, дальше остается только сверлить. Ну и, короче говоря, вот как-то так выглядит наш конечный шаг на этот момент. Все болты, которые здесь я потом поменяю на необходимые, это не страшно. Опоры выставили. Пластина с прошипниками тоже есть. Ездит она легко. Все как бы четенько. Ну вот, как-то так. К сожалению, нет у меня еще ШВП, она долго очень едет с Китая. Следующим шагом будет установка ШВП, потом установка двигателя. Ну и эту часть мы уже обрежем по ходу дела, посмотрим, как там оно будет все между собой плясать. Волы у нас двадцатка метровые, потом тоже обрежу 29 сантиметра у нас здесь где-то будет. И 71 должен остаться еще на одну ось. Это у нас будет ось Z. Короче говоря, как-то так. Все по ходу дела работает, все получилось нормально, ничего страшного здесь нет. Можно обойтись без суперсверхстанков. Хотя с помощью нормальных станков было бы, конечно, куда быстрее, куда эстетичнее и, наверное, проще. Ну что ж, с этим видео все. Если есть вопросы, забывайте. Если есть советы, рекомендации, обязательно пишите. Делитесь опытом. Ну а мы будем на сегодня заканчивать. Поэтому всем спасибо за внимание. Всем счастливенько. Субтитры сделал DimaTorzok